Добрый вечер уже, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить. Начнем мы с обратного, с клинической части. И поговорим о микростелитной стабильности, путь к индивидуализации лечения. Существует ли он у данной группы пациентов при колоректальном раке? Частота встречаемости, эти опухоли с микростелитной нестабильностью в основном мы видим на второй и третьей стадии. При второй стадии 22%, при третьей 12% и при четвертой стадии всего 2%. Это говорит о том, что данные опухоли имеют достаточно благоприятный прогноз при второй и третьей стадии выживаемости. Но эти пациенты при второй и третьей стадии, мы знаем, что они получают лечение. И есть ли какая-то возможность индивидуализировать лечение у данных пациентов при наличии микростелитной нестабильности или равно нарушение репарации неспаренных нуклеотидов ДНК? Был проведен в основном все анализы ретроспективные. И вот один из анализов, который показал, что нарушение репарации неспаренных нуклеотидов является прогностическим фактором, и пациенты с нарушением репарации, которые не получали вторпиримедины, имели более высокие показатели без рецидивной общей выживаемости по сравнению с пациентами без нарушения репарации. И при проведении химиотерапии вторпиримединами этот показатель не повлиял на показатели выживаемости пациентов. Что касается предиктивного маркера как ответа на химиотерапию вторпиримединов, не было выявлено преимущество проведения терапии вторпиримединами при нарушении репарации неспаренных нуклеотидов ДНК при второй и третьей стадии. В то время как пациенты с третьей стадии при отсутствии нарушения репарации они имели преимущество при проведении терапии вторпиримединами. И, что важно, пациенты со второй стадии с нарушением репарации неспаренных нуклеотидов имели худшие показатели выживаемости при проведении химиотерапии вторпиримединами в сравнении с пациентами, которые выполнялось только хирургическое лечение. Другие исследования, также ретроспективные, показали, что микростритная нестабильность или нарушение репарации неспаренных нуклеотидов является только фактором прогноза и не является предиктором ответа на химиотерапию. Что касается Т4 стадии, оказалось, что Т4 и микростелитная нестабильность являются независимыми факторами прогноза при второй стадии колоректального рака. Это достаточно казуистичный случай, это все-таки около 2% случаев встречаемости сочетания Т4 и наличие MSI-HI. Что касается оксилеплотина, с торпирамидинами разобрались. Ну, достаточно немного исследований было, опять же, троспективный анализ. В одном из них было показано, что проведение адювантной терапии режимом FOLFOX не показало различия безрецидивной выживаемости и продолжительность пациентов в зависимости от нарушения репарации или микростелитной нестабильности. В другом анализе было показано, что пациенты с третьей стадии и нарушениями репарации неспаренных нуклеотидов ДНК, которые получали режим с FOLFOX, имели большее преимущество в показателях выживаемости по сравнению с теми пациентами, которые получали только монотерапию в торпирамидинами. Также пытались изучить нарушение репарации неспаренных нуклеотидов у пациентов с третьей стадии как фактор прогноза, и пациенты получали химиотерапию по схеме FOLFOX. Вот оказалось, что пациенты с проксимальными локализациями, они более прогностически благоприятны и лучше отвечают на химиотерапию, чем пациенты с дистальными локализациями. Но как бы как вывод, можно сказать, что надо не забывать, что вторая и третья стадии колоректального рака MSI-HI или нарушение репарации неспаренных нуклеотидов, эти пациенты имеют благоприятный прогноз. На сегодняшний момент микросцелитная нестабильность является прогностическим фактором, но далеко не всегда является предиктором ответа на химиотерапию, и необходимы какие-то проспективные исследования, которые будут определять какие-то биологические особенности в опухоли и ответ на лекарственную терапию. На сегодняшний момент клинические рекомендации звучат так, что при второй стадии, при Т3Н0, при наличии неблагоприятного прогноза, факторов риска, мы определяем микросцелитную нестабильность или ММР, и если они положительные, то, соответственно, этот пациент, не получая лечения, остается под наблюдением. Если это Т4Н0, вторая стадия, то в этой ситуации проводятся адювантная химиотерапия, уксалеплотин и фторпиримидины. При третьей стадии пациенты подлежат двухкомпонентной схеме химиотерапии, независимости от наличия или отсутствия микросцелитной нестабильности. Четвертая стадия. Другая абсолютно ситуация противоположная. Эти пациенты имеют крайне благоприятный прогноз. Медианы беспрогрессивной выживаемости всего 4 месяца, общей выживаемости всего 10 месяцев. Но что касается химиотерапии, был ли ряд, это одно из представленных ретроспективных анализов, который показал, что эти пациенты, они не имеют резистентности к стандартным нашим комбинированным режимам уксалеплотина с фторпиримидинами или ринатекана с фторпиримидинами. То есть мы эти схемы можем спокойно применять стандартно в первой линии терапии. Но что же делать? Эти пациенты неблагоприятны прогностически. Они отвечают, конечно, на химиотерапию, но продолжительность жизни у них низкая. Но все-таки было выявлено, что наличие микросцелитной нестабильности либо нарушение репараций неиспаренных оснований ДНК, эти опухоли являются высокоиммуногенными, и это делает их подходящими для терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. В связи с чем всем пациентам, которые имеют метастатическую стадию, необходимо выполнять молекулярно-генетическое или иммуногистохимическое исследование данного показателя. Изначально, когда было показано, что пациенты, которые получали иммунотерапию, отвечали на нее те пациенты, у которых был высокий уровень микросцелитной нестабильности, было инициировано исследование прикола ректальном раке, кино-164, где было показано, что пациенты, у которых проводилась терапия данным препаратом, во второй, третьей и последующих линиях, они имели достаточно высокий объективный ответ – 32%. Что касается беспрогрессивной общей выживаемости, посмотрите, 12-месячная беспрогрессивная выживаемость – 41%, и общая выживаемость 12-месячная – 76%. При этом медиана общей выживаемости в этом исследовании не достигнута. Следующее исследование другого антипедиадин-ингибитора, неволумаба, и его применение сравнивалось с комбинацией двух иммунопрепаратов – это неволумаб и эпилюмумаб в низкой дозе. В исследовании включались пациенты независимо от PD-L1, и что важно, что 50% пациентов как минимум получали 3 линии предшествующей терапии. И в исследовании включались пациенты независимо от B-RAF и раз мутации. И при оценке терапии неволумабом приблизительно похожие результаты, как при пемброзумабе, частота объективных ответов – 31%, 69% – контроль над заболеванием больше 3-х месяцев пациентов. И медиана длительности ответа также не была достигнута. И что касается комбинации, сейчас мы очень много говорим про разных локализациях, 58% ответили на терапию. Это вторые, третьи и последующие линии терапии. И у 81% достигнут был контроль, ну, не так много, вроде как 3 месяца, но для этого вида опухоли достаточно много. Что касается показателей общей беспрогрессивной выживаемости, то комбинация также имела преимущество. Практически 12-месячный показатель комбинации – 71% пациентов, и общая выживаемость 12 месяцев жили 85% пациентов, и эти различия достоверны. Последующий анализ, который недавно представлен, это наблюдение за пациентами в течение двух лет. 60 пациентов без прогрессирования живут на комбинации на сегодняшний момент, и 74 пациента живы 24 месяца. И я думаю, что результаты еще не завершены. Значит, ну, существует ли индивидуализация лечения при 4 стадии колоректального рака? Скажем, что эти пациенты имеют неблагоприятный прогноз при 4 стадии. Чувствительные к стандартным вариантам химиотерапии есть. Нарушение репарации неспаренных нуклеотидов или высокий уровень микростритной нестабильности является предиктором ответа на иммунотерапию. И применение иммунотерапии на сегодняшний момент позволяет увеличить показатели беспрогрессивной общей выживаемости более чем в два раза. Ну и на сегодняшний момент, какие клинические рекомендации в России с точки зрения практики мы имеем. То есть мы можем использовать и неволумап, и пембролизумап во второй и последующей линии терапии при MSI-хай. Комбинации на сегодняшний момент нет в рекомендациях, но она уже имеется в инструкции к применению препарата. И надеюсь, что в следующем году она будет в клинико-статистических группах. Спасибо за внимание. Продолжение следует...